Друзья с севера, норвежские вузы готовы к сотрудничеству с Казанским федеральным. Путешествуя в сказку, в Казани отпраздновали День защиты детей. Внимание, выпускник! КФУ готовится к старту приемной кампании. Казанский федеральный сотрудничает со многими вузами мира. Есть у нас совместные проекты и с университетами Королевства Норвегии. И уже в ближайшее время их количество может увеличиться в несколько раз. Подробности в нашем сюжете. В эти дни в Татарстане гостит делегация посольства Норвегии в России. Цели у дипломатов Северного Королевства довольно амбициозные. Наладить с республикой сотрудничество по целому спектру направлений. Одно из них образование и наука. И здесь у Норвегии и Татарстана уже есть небольшие достижения. Около пяти лет с норвежскими вузами сотрудничает Казанский федеральный. И за это время удалось даже реализовать несколько совместных проектов. Поэтому в посольстве Норвегии рассматривают КФУ в качестве весьма и весьма перспективного партнера. У меня сложилось впечатление, что это сотрудничество все время растет. И мы прототно двигаемся. Давно сотрудничаем в Москве, в Петербурге, в Архангельске, в Урбанске. А теперь искаем новых поднимателей. Мы здесь, потому что мы знаем, что наш университет один из сильнейших в России. С нашей стороны, в принципе, интересно найти возможность и сотрудничать. Обе стороны прекрасно понимают, что о полноценном двустороннем обмене студентами пока говорить рано. Здесь еще очень много вопросов и трудностей, которые только начинают решаться. Одними из способов их решения, кстати, должно стать сотрудничество в науке. Именно на ученых возложена миссия прорубить окно и наладить научную мобильность. Александр Александров, Роман Самарин, Универньюз. Если ты хочешь поступить в Казанский федеральный, тогда у нас для тебя отличная новость. Совсем скоро заработает приемная комиссия, и ты сможешь пополнить ряды студентов КФУ. А как? Смотри далее. Казанский федеральный университет. Один из известнейших российских федеральных университетов. Он является старейшим классическим многопрофильным вузом, готовящий специалистов по многим специальностям. А также он известен всей стране своими обширными программами научных исследований. Безусловно, стать студентом Казанского федерального – большая честь. И, как отметил руководитель приемной комиссии, желающих пополнить студенческие ряды, еще в том году превысило 70 тысяч заявлений. А значит, совсем скоро приемной комиссии вновь предстоит выбрать самых сильных абитуриентов. Мы ожидаем примерно такой же конкурс, как и в прошлом году, примерно столько же людей. Но, конечно, прием года от года не одинаковый, меняются задачи. В настоящее время у нас задача – это обеспечить не столько количественные, сколько качественные показатели приема. То есть, принять с более высоким баллом ЕГЭ ребят по всем направлениям подготовки для того, чтобы успешно участвовать в программе и повышении конкурентоспособности, и рейтинги университета. Ну и вообще, с более сильными абитуриентами нам, безусловно, очень важно взаимодействовать. Потому что, чем сильнее абитуриенты были подготовлены, тем более качественных специалистов мы будем готовить. Несмотря на огромное количество желающих учиться и продолжать учебу в Казанском федеральном, многие претендуют на бюджетную форму обучения. Что касается бесплатного обучения, то сокращение бюджетных мест не ожидается. Но у нас по поводу бюджета у нас не сокращается, у нас увеличиваются, в принципе, бюджетные места. Но они просто переспределяются. Например, несколько уменьшаются места на гуманитарные направления, куда так огромный конкурс. Но это, в принципе, результат политики Министерства образования и науки Российской Федерации в целом, которые заинтересованы в том, чтобы все-таки финансирование перевозить на подготовку инженерных кадров. То есть для реального сектора экономики. Прием документов будет осуществляться с 20 июня по 26 июля. Казанский федеральный по-прежнему ожидает в своих стенах абитуриентов не только нашей страны, но и со всего мира. И уже готов стать для них билетом в большое будущее. Аделя Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз. В продолжении тема. Наверняка каждый абитуриент уже встал перед выбором, с какой профессией связать свою жизнь. И у нас есть для вас очень симпатичный вариант. Высшая школа ИТИ с КФУ – это подготовка высококвалифицированных кадров, повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников предприятий в области информационных технологий, осуществление прикладных исследований для ИТ-индустрии. Наш факультет – это практикоориентированный факультет. Мы очень плотно работаем с индустрией. И наша программа бакалавриата, помимо того, что у нас есть фундаментальная базовая часть, содержит очень существенную часть, именно прикладную, где мы студентам даем один из 20 возможных профессиональных профилей. ИТИС также славится тем, что сюда поступают самые умные абитуриенты. В этом году ИТИС стал первым по набору 100-бальников ЕГЭ. То есть, поступив в Высшую школу информационных технологий, студент находится в компании очень сильных студентов, что является дополнительной мотивацией для учебы. ИТИС – относительно молодое подразделение КФУ. Он был основан в 2011 году. Если говорить о трудоустройстве выпускников, то здесь дела обстоят очень хорошо. Трудоустройство у нас составляет более 100%. Я объясню, что это значит. То есть, все наши выпускники получают более чем одно и более чем два предложения. Хорошее предложение. Все ребята, которые мы выпустили в прошлом году, сейчас трудоустроены. И даже те, которые помышляли о том, чтобы вернуться к себе на родину, у нас более половины студентов не из Татарстана. Я их встречаю теперь в ИТ-парке, например. То есть, они сделали такое выгодное предложение, что они из Татарстана уезжать не стали. Конкурс на место в Высшую школу информационных технологий составляет приблизительно 5-6 человек. А более подробную информацию о поступлении можно узнать на сайте КФУ или позвонив по номеру приемной комиссии. Аделия Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Как всегда, по традиции, команда Универньюз подготовила для тебя подборку самых ярких новостей Рюнета. В эфире рубрика «Веб-ньюз». Президент Татарстана Рустам Мениханов поздравил детей республики с праздником. Глава Татарстана опубликовал на своей страничке ВКонтакте минутное видео, на котором дети желают доброго утра на двух государственных языках. Татарстан стал самым привлекательным для инвесторов регионом России. Эксперты связывают этот успех с развитием в республике системы исламского банкинга. Рустам Мениханов встретился с выпускниками Гарвардской школы бизнеса. Группа из 13 успешных молодых людей приехала в Казань, чтобы познакомиться с потенциалом Татарстана и обсудить перспективы работы в республике. В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение. На этот раз оно связано с резким похолоданием. Ночью 1 июня синоптики прогнозируют заморозки до минус 1 градуса. КФУ вошел в топ-10 по уровню зарплат выпускников. Согласно рейтингу портала «Суперджоп» в 2016 году молодые экономисты и финансисты с дипломом КФУ могут рассчитывать в среднем на 68 тысяч рублей в месяц. В Елабуге в поле нашли артиллерийский снаряд времен Гражданской войны. Историческую находку обезвредили на месте. 21 татарстанец претендует на поездку на Олимпиаду в Рио. В числе кандидатов выпускники КФУ тяжелоатлеты Андрей Гиманов и Дмитрий Хомяков. На Кремлевской набережной Казани откроют уличную библиотеку. Горожан призывают не только активно ее посещать, но и делиться уже прочитанными книгами с другими. В набежных Челнах отметили Всемирный день без табака. Жители города фотографировались со специальными табличками с фразами о негативном отношении к табакокурению и слоганами за здоровый образ жизни. Так сложилось, что первый день лета стал большим праздником детства. 1 июня малышам можно все. Резвиться, упрашивать родителей сходить в кино, купить ведро мороженого и даже привезти героя из любимого мультфильма. А кто стал гостем праздника этого года, смотри в следующем сюжете. 1 июня, как известно, традиционный праздник Дня защиты детей. В этот день детей принято баловать, водить в цирк, кино, кормить сладкой ватой. В общегородском празднице все было именно так. И сладковата, и мыльные пузыри, игры, танцы. Но больше всего маленькие виновники торжества ждали появления гостей из любимых мультфильмов. Мы узнали, кого же ждут на празднике ребята. Леопольд. Леопольд, а любимый герой мышатый или кот? Кот. А почему он тебе нравится? Потому что он добрый. Смешарики. А у тебя? Фиксики. А любимый герой у тебя какой смешарик? Крош. Мой любимый мультик черепашки-ниндзя. А любимый герой сплинтер или кто-то из черепашек? Сплинтер. Сплинтер, а почему? Потому что он очень умный и очень сильный. Все самые добрые, ловкие и умные герои мультфильмов пришли на праздник детям. Больше 50 сказочных зверей украсили детский праздник. Здесь юным мечтателям удалось соприкоснуться с чудом и провести целый день рядом с теми, кто их так вдохновляет. Смотри, универ, смотри. Анастасия Иванова, Ленарда Влитяров, Универ Ньюс. Вот и все новости на сегодня. Проведи это лето незабываемо. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова